Так делали предки и будем делать мы на архивных кадрах ГТРК Карачаева-Черкесия. Выборы разных периодов. Важное политическое событие объединяет всех. Ежегодное августовское совещание перед началом нового учебного года в 19-й гимназии Черкеска подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили круг задач на предстоящий. Депутат Госдумы Геннадий Семигин посетил Новый Карачаев. Встретился с семьями участников СВО. Шесть мировых рекордов по глубоководному погружению в Большое Клухорское озеро установили дайверы из Краснодарского края и Москвы. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия в студии Дарья Тендит. Так делали наши предки и будем делать мы. Как отмечают историки, на Северном Кавказе выборы всегда считались важным общественно-политическим событием, которому представители всех народов подходили с большой ответственностью. На этих архивных кадрах ГТРК Карачаева-Черкесия выборы разных периодов, но объединяет их одно – высокая гражданская ответственность, чувство сопричастности с судьбой страны, а также неповторимый национальный колорит. 6 по 8 сентября в республике пройдут выборы депутатов Народного собрания Карачаева-Черкесии. Также будут выбраны депутаты Думы и Советов 9 муниципальных районов и депутатов 5 сельских поселений. В общей сложности будет избрано 250 депутатских мандатов. В 19-й гимназии Черкеска прошло ежегодное августовское совещание перед началом нового учебного года. Представители образовательных учреждений, спикеры и педагогическое сообщество подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили круг задач на предстоящей. В рамках неурочной деятельности или разговоров о важном с нового учебного года вводится новый курс семьеведения. Главная цель – активное формирование семейных ценностей среди подрастающего поколения и активизирование совместной работы среди педагогов и родителей. На совещании присутствовали спикеры образовательных учреждений, которые обсуждали реализацию государственной политики в сфере образования, единые подходы и стратегические ориентиры. В рамках мероприятия наградили учителей и матерей, участников специальной военной операции. С 1 сентября вводится курс семьеведения 10-11 классов в рамках неурочной деятельности или разговора о важном. Данный курс очень важен для обучающихся старшего подросткового возраста, юношеского возраста, потому что необходимо формировать максимально активно семейные ценности, традиции подрастающего поколения, чувство уважения и любви к своей семье, к малой родине, и в целом к государству. В Карачаево-Черкесии с рабочей поездкой побывал депутат Государственной Думы, сопредседатель политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Геннадий Семигин. Он посетил поселок Новый Карачаев, где встретился с семьями участников СВО. Подробнее Алихан Лепшоков. Помощь и поддержка участникам СВО и их семьям – важная задача для властей всех уровней, отметил депутат Государственной Думы Геннадий Семигин. На встрече с семьями военнослужащих он рассказал о принятых депутатами законов, направленной на поддержку тех, кто ждет своих героев дома. Каждый из нас должен оказать свою поддержку и помощь родным, тех, кто сегодня находится в зоне спецоперации, исполняя свой долг перед Отечеством, отметил народный избранник. «Мы сегодня очень дружески пообщались, получили определенные наказы, личные просьбы у людей есть, как всегда это, потому что сама система государственная, знаете, она немного бывает непроворотливая. Закон есть, а исполнить его просто объективно сложно, сложно иногда. Поэтому вот решение личных вопросов, специальных, индивидуальных вопрос номер один. Все власти должны каждого просить, каждую семью вести, каждую семью приходить и спрашивать, все ли нормально, что нужно сделать. И чтобы у них не было, когда они скажут, вообще никаких вопросов нет, вот считай, что тогда победа в тылу тогда наступила». Со своей просьбой оказать помощь в решении ее проблем обратилась жительница поселка Новый Карачай, жена участника СВО Алина Айбазова. Алина Олеговна – мать семерых детей. Муж сам подписал контракт с Минобороны России, проходит службу в зоне спецоперации. А вот ее родной брат, получив ранение, находится на лечении в госпитале. Из-за задолженности по кредиту у него происходит списание этого долга из-за его зарплаты, что недопустимо для участников СВО. Геннадий Семигин подчеркнул, что лично поможет в решении данного вопроса. «Обращаемся в медицинские учреждения, все услуги предоставляют вне очереди, все нас устраивает. Надеемся и ждем своего отца, главу семейства, живым и здоровым». По завершению встречи депутат Государственной Думы России Геннадий Семигин подчеркнул, что все поступившие вопросы должны решаться в индивидуальном порядке и на каждый необходимо найти решение. Алина Альбшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Новый Карачай. После встречи в Новом Карачае с родственниками участников СВО депутат Государственной Думы Геннадий Семигин рассказал представителям региональных СМИ законотворческой работе, которую ведет «Справедливая Россия» в Нижней Палате Федерального Парламента. Рассказал Геннадий Семигин о законодательных инициативах к показанию поддержки участникам СВО и членам их семей по экотуризму, сохранению единства между народами и патриотизма в стране. Я говорю, что в стране нужна базовая идеология. Вот патриотизм – это базовая идеология. На ее базе, как на фундаменте, может быть коммунистическая, социалистическая, социал-демократическая, центристская, правоцентристская, либеральная, вплоть до ненормальных. Понимаете, в чем дело? Пожалуйста. Ну пусть они все четко проповедуют патриотизм и реализацию этих пяти пунктов, друг другом разбираются, какая идеология лучше. Когда я создал партию «Патриоты России» в 2005 году, большинство крутило у меня у ВСК. Была, знаете, популярна демократия, либерализм, патриотизм – ругательное слово. Помните, в некоторых газетах даже написано «Игры патриотов», да, целый раздел такой. И когда я создал партию, я сказал, идеология патриотизма должна стать главной идеологией в стране. Шесть мировых рекордов по высокогорному погружению в Большом Клухорском озере установили представители дайвинг-клуба «Другое измерение» под эгидой Русского географического общества при поддержке пограничной службы России, Министерства туризма Карачаева-Черкесии, Тибердинского национального парка. В Клухорском ущелье участники экспедиции находились четыре дня. Загоревшие, уставшие, но довольные, они вернулись из живописнейших мест и впечатлениями поделились с Аллой Динаевой. Второе по глубине в Карачаево-Черкесии Большое Клухорское озеро выбрали дайверы для установления мировых рекордов. Эхолотом определили самое глубокое место водоема. Мы на середине озера Клухор, пошел дождь с градом, ну а как еще и ночью. Члены РГО Константин Изотов, Юрий и Елена Кашина – многократные рекордсмены России и мира по высокогорному дайвингу. Самое высокогорное погружение на озере Клухор в дисциплине смешанное трио мужчины и женщины на высоте 2690 метров. И вот уникальные кадры подводного рельефа Большого Клухорского озера. А еще Юрий Кашин и Константин Изотов совершили парные погружения на самое дуно озера в светлое и темное время суток. Как инструктор, как курс-директор национальной дайв-лиги могу сказать, что очень непростое озеро. Очень непростое озеро, оно очень глубокое. Мы с Юрием, вот когда погружались первый раз днем, нам даже стало жутковато. Откровенно говоря, я вот 20 лет в дайвинге, но жутковатая история. И было первое непростое погружение, и ночное тоже нам там подкинуло всяких проблем по части безопасности. Ну, мы все преодолели, собственно, все выдержали, слава богу. Температура воды 5 градусов, да, полный мрак, темнота даже днем. Мы нырнули на 38,5 метров. Мы пробивали эхолотом, ну, вот остановились на такой. Дно там очень, скажем так, присутствуют пики различные, мы не знали их природу. Бытовало мнение, что там на дне сбитый самолет, но поскольку вода очень мутная, то есть 50 сантиметров видимость, то есть, ну, условно говоря, рука вытянутая, все. Мы его не нашли, ну, что делать. Вот нам эхолот показывал, конечно, какие-то там предметы, пики, морены там, может быть, но вот отсутствовала полностью видимость. С виду это очень красивое, такое располагающее к чему-то такому романтичному озеру, но когда погружаешься, это жуть. Вот, я думаю, Юра мне не даст соврать, это жутковато, да, потому что снаружи такое голубое и приветливое, а на самом деле там темень и очень, скажем так, неприятно. Да, да, особенно у дна там так вообще бодрит. У нас было на очень следовательских целях смешанной группе, женщин и мужчин, и два крайне технических, очень тяжелых погружения на глубину почти 40 метров, там 3,8,4 днем и ночью. На самом деле, дайверы об этом знают, насколько это сложно, да, в принципе 40 метров погружения на море – это не такая уж и беда, но высокогорье, там все расчеты абсолютно идут по-другому, там это все намного сложнее. Первый раз верхний слой был очень мутный, без коснемка пробились, пошел другой слой чистый, но за счет этого мутного слоя солнце не пробивалось, и мы, получается, уходили в ночную, ну, ночью прямо вот на дно. Были найдены артефакты, мины, гильзы, осколки от этого снарядов, монеты 43-го и 46-го года, две монеты нашли, и, я так понимаю, что, скорее всего, человеческие останки. Значит, это 6-7-го числа мы с Константином провели как раз-таки два сложных погружения, между ними мы сделали интервал положенных 6 часов, вот, и все удачно, все хорошо. И каждое озеро, у нас цели, конечно, разные, то есть не только там, после каких-то достижений, но, помимо того, это, естественно, экологическая оценка, это флора и фауна, замеры глубины, ну, и, естественно, артефакты Великой Честной войны, которые, в принципе, мы сейчас тоже нашли, которые тоже будут переданы в музей. Вот, хочу сказать спасибо, конечно, национальному парку, сотрудникам ФСБ и Министерству туризма. Без них ничего бы не получилось, ребята, я с ним созванивался, был разбор, как это, что провести, никто не отказал, в Скорча-Черкесии все, наоборот, нам оказали поддержку и помощь, за счет им большая благодарность. А Елена Кашина выполнила погружение соло ночью. Экспедиция прошла благополучно, слава Богу, все у нас получилось. Мы вообще изначально, было как бы заявлено на пять рекордов, потом что-то как-то подумали-подумали, и я решила добавить шестой, ночной соло. Вот, и потом мы заявили в книгу рекордов, нам одобрили, то есть, то, что таких рекордов еще нет, поэтому мы можем их ставить. Вот, сейчас мы надеемся, что нас утвердят, все-таки внесут в книгу, потому что путь был действительно крайне тяжелым. Самое, за кого переживали, мы так это за детей, потому что, ну, как бы не было, мы взрослые, а они дети, все равно за них переживаешь, тем более я мама про их детей, поэтому особенно переживала. Двое из них тоже участвовали. Рекорды установили и сыновья руководителя экспедиции Юрия Кашина из Мостовского района и Константина Изотова из Москвы, 13-летний Андрей Кашин, 10-летний Михаил Кашин и 10-летний Павел Изотов. Они совершили погружение в озеро и днем, и ночью, ныряли подростки на небольшую глубину под контролем инструкторов. Нас контролировал папа Паши, Константин Изотов. Мы погрузились буквально на несколько метров, у нас было два погружения. Утром, ну, днем и ночью. Мне не страшно. Мне наоборот, ну, интересно, даже очень увлекательно было. Ну, а ночью в темноте тоже интересно? Ну, да. С фонарями не страшно. У нас там было фонарики, вообще не страшно было. Погружились днем и ночью. Мы вдвоем, это наше третье погружение. Мы погружались до этого на озере Шабайдак вдвоем. А в этом году погружался вот мой еще брат. Ну, у него, получается, если посчитать, так два погружения. Меня, конечно, впечатлили сами места. То есть, в свободное время, когда там можно было отвлечься и походить вокруг, я везде там поднялся, где можно было, походил, поднимался на восточный Клухор. Виды, конечно, прекрасные. И везде видна история. Вот это история войны, потому что очень много оставшихся огневых точек. И понимаешь, как сложно было нашим ребятам в 42-м году пройти этот перевал, чтобы выбить оттуда немцев. Потому что, ну, там все на ладони. Огневая точка, вот дорога вся перед этой огневой точкой. И немцам, конечно, там было проще, чем нашим солдатам. В Большом Клухорском озере дайверы смогли установить шесть мировых рекордов. Заявки на регистрацию достижений уже поданы. Команда находилась в Клухорском ущелье четыре дня. Экстремальные глубоководные погружения проходили в условиях видимости всего около полуметра и при температуре 5 градусов, рассказывают участники экспедиции другое измерение. Красивое озеро, очень суровое и имеет подводную турбулентность. И совершать глубоководные погружения любителям экстремальных ощущений не стоит. Алла Динаева, Миха Каракелян, Вести, Карачева, Черкесия. Далее эфир продолжит интервью художественного руководителя пограничного ансамбля ФСБ России Андрея Капралова и сотрудника пограничной службы Сергея Корлюкова. С ними встретилась Мадина Каракетова. Он предоставил Мадина Каракетов. Продолжение следует... Продолжение следует...